Добрый день, Наталья! Хочу сразу предупредить наших телезрителей, что вы все можете звонить к нам в редакцию по номеру 476547, оставлять свои какие-то сообщения, оставлять какие-то пожелания, и мы обязательно на них откликнемся. Ну что ж, сегодня мы говорим, конечно же, про астрологию, про ваш астрологический прогноз на 15-й год, сегодня Старый Новый год, точнее завтра Старый Новый год, сегодня в ночь мы будем, кто будет праздновать, кто не будет праздновать. Я вас с наступающим поздравляю! Спасибо! И все-таки хочется узнать, что же нас ждет в 2015 году в целом, наверное, по западному календарю, да? Уже год Козы еще не вступила в свои... Да-да-да, я хотела действительно сегодня поговорить о прогнозах на 2015 год именно по западному календарю, потому что по восточному, о восточном календаре мы еще успеем поговорить, потому что год Козы вступает в свои права 19 февраля, то есть у нас еще больше месяца. Вот, а вначале я хотела рассказать о разнице между западной и восточной традицией. Почему мы Новый год отмечаем, вот по западной нашей современной традиции, в ночь с 31 декабря на 1 января, а по восточному стилю мы отмечаем каждый раз в разное время. То есть вот в чем эта разница? Значит, дело в том, что восточная традиция, она базируется на циклах Юпитера и Луны. То есть Юпитер движется со скоростью 1 градус 1 год. То есть через 12 лет, потому что 12 знаков зодиака, он возвращается в исходную точку, с которой начал движение. Исходной точкой обычно является 0 градусов Овна, но считать можно, в общем-то, исходя из своего индивидуального гороскопа. Дело в том, что мы знаем, что каждый год по восточному стилю связан с определенным животным. Там 5 стихий, 5 элементов и 12 животных. Я не буду сейчас их перечислять, так как и 12 знаков зодиака, да, то есть все это мы уже знаем. Тут интересным включается момент Луна, потому что Новолуние, цикл, связанный с Луной, указывает, когда именно наступает Новый год по восточному календарю. А вот западная система как раз строится на возвращении Солнца, то есть на годовом движении Солнца. И поэтому актуальны такие понятия, как равноденствие, осеннее и весеннее, когда день равен ночи, и солнцестояние. Солнцестояние летнее – это когда самый длинный день, да, это вот летом 21 июня, и 21 декабря, ну, теперь 22 декабря, там, получается, в течение суток Солнце возвращается, и мы имеем самый короткий день и самую длинную ночь. И считается, что Солнце после этой даты поворачивает на лето. И, значит, вот получается наш вот этот западный, вот когда мы отмечаем Новый год по современному григориганскому календарю, потому что вот сейчас то, что у нас сейчас, старый Новый год, это по юлианскому стилю. То есть люди, ну, вот верующие, религиозные деятели больше отдают предпочтение именно юлианскому. Именно сегодняшнему. Сегодняшнему, да. И дело в том, что когда мы отмечаем наш традиционный Новый год, это как раз приходится на рождественский пост. А вот сейчас уже пост закончился, и поэтому с сегодняшнего дня мы можем уже более красиво отмечать. И поросенка можно, вот я сегодня слушала по радио. В общем, можно такие вот хорошие, там, и курочку, и мясо, и всё. То есть мы уже не придерживаемся этого поста. Так вот, я хотела ещё про западную систему сказать, что действительно этот Новый год привязан к дате 21 декабря. 21 декабря, то есть через 10 дней мы начинаем отмечать наш Новый год. А вот в восточной традиции наступлением Нового года считается второе новолуние после зимнего солнцестояния. Почему второе, а не первое? Потому что должен пройти полный лунный цикл после вот этой даты. И тогда только уже считают, значит, китайцы даже называют это праздником весны. Весна ещё фактически не наступила, но считается, что уже в земле происходит движение токов. То есть уже начинается какой-то там, корни начинают уже просыпаться. То есть, а потом ещё не листиков сейчас, ещё как бы и почки ещё, ещё и снег везде лежит. Вот, а внутри уже в земле начинается уже движение, уже идут определённые токи. Вот, и поэтому, когда эта новолуния наступает, вот тогда мы и отмечаем Новый год. По настоящему наступает? Да, да, в права. Новый год по новому стилю. Вот в этом году почти практически как бы совпало, потому что 22 декабря было новолуние. И поэтому мы, вот второй цикл начинается с 19 числа, это вот будет второй цикл. Тогда уже... Февраля, в принципе. Именно февраля, конечно. Уже цикл полностью январский прошёл, и вот 19 февраля наступает второй цикл синей, зелёной, овцы, козы. То есть для китайцев нет разницы, синяя или зелёная, коза или овца. То есть это всё одно и то же. То есть как ни называть, я её называю вообще бирюзовая. Бирюзовая коза, да, ну, в общем, вот так. Что ещё хотелось сказать? По западной системе, раз мы уже касаемся западной системы, в 15-м году некоторые значительные астрологические факторы указывают на то, что 15-й год может быть немножко более спокойным, чем предыдущие. Меньше жёстких и таких вот напряжённых конфигураций. Больше действует ряд гармоничных, стабилизирующих астрологических факторов. Большая часть, конечно, которых приходится на вторую половину года. То есть первая половина ещё будет такой переборочной? Да, да, да. То есть, но всё-таки, к сожалению, сказать, что мы полностью вышли из кризиса, это ещё рано радоваться. Да, то есть ещё всё-таки достаточно сложный период. Я не хочу... Это больше для Украины или... Это мы берём вообще сейчас всё. То есть полностью ситуацию в мире. Но я сейчас хочу сказать именно для Украины. Я как бы не хотела бы утомлять зрителей слишком много астрологической символики, чтобы я там рассказывала, какие планеты куда идут и какие аспекты образуют. Но всё-таки придётся сказать. Почему? Потому что будет всё-таки в этом году, в 15-м году, много неприятных событий, связанных с, ну, скажем так, несоответствием, конфликтам идеализма и реализма. Потому что начинает формироваться на небе сложный квадрат Нептуна к Сатурну. Нептун отвечает за иллюзии, а Сатурн отвечает за суровую реальность. Мы, конечно, все хотим и очень бы желаем, чтобы всё было хорошо, как бы так вот настраиваемся, но и очень сильно разочаровываемся, если ожидания не сбываются. Вот как раз вот этот вот конфликт и есть. То есть сильно рассчитывать на то, что всё будет гладко и сладко, в общем-то, не приходится. Поэтому справиться с разочарованием, ну, можно, если немножко приподняться над ситуацией и, ну, понимать, что мы сейчас, Украина переживает, ну, так называемый эффект шоковой терапии. Да, но это как бы в лечебных целях, потому что люди меняют свой менталитет и, ну, в общем-то, просто меняются. Вообще хотела сказать, что 15-й год будет отмечен рядом ярких астрологических и астрономических событий. А именно, в год, да, в этот год будет два солнечных затмения. Это 20 марта и 13 сентября. Из них наиболее ярко проявлено затмение 20 марта, потому что оно как бы вызывает, ну, как бы символизирует. Вызывает. Сколько мы увидели, ещё пока неизвестно. Пока неизвестно, что у нас будет за погодные условия, во сколько оно будет и так далее. То есть, я думаю, что по ходу встреч наших мы будем уже как бы конкретнее говорить. Мы будем готовиться. Да, да. Вот, потому что это горячее время для политической и экономической жизни страны. Вот в марте и апреле, потому что мартовское затмение будет давать и посыл на апрель. А лунных затмений тоже будет два, причём оба полные. То есть, я не буду тоже так сильно комментировать сейчас. Это говорит о том, что очень сильно будет приковано внимание общества к определённым проблемам. А именно, первое лунное затмение будет 4.04, то есть 4 апреля. К сожалению, оно связано со сложностями, конфликтами, иногда чрезвычайными происшествиями. Поэтому я призываю вас быть внимательными, бдительными и аккуратными. То есть, постарайтесь на конфликт не нарываться. А вот второе затмение 28 сентября, оно больше будет связано... Или 13-го. Нет, 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 это 13-го, это будет солнечное. Значит, 20-го марта и 13-го сентября это будет солнечное, а лунное 4-го апреля и 28-го сентября. Оно будет больше связано с взаимоотношениями между людьми. То есть, это образование союзов, разрыв союзов, переговоры и так далее. Вот, и ещё два таких вот знаменательных события. Две планеты меняют знак, Юпитер и Сатурн. Это тоже не каждый год встречается, бывает одна планета меняет, то есть они по-разному, а тут получается как бы одна за другой. А что значит знак менять? Значит, меняется знак, меняется акцент. То есть, люди начинают немножко по-другому мыслить. Либо шире, либо уже, либо фанатизм в людях проявляется, либо наоборот, люди как бы широко распахнутым сердцем идут навстречу судьбе. А вот теперь хотела сказать насчёт судьбы, потому что как бы всегда я говорю о том, что как нужно правильно относиться к прогнозам. Потому что астрологический прогноз — это не панацея. То есть астрологический прогноз — это вероятность одного или другого события. То есть к нему можно относиться как, ну скажем, к пунктирной линии, создающей вектор направления, то есть куда идти. То есть не стоит сцело полагаться на астрологический. Никакой прогноз не может дать стопроцентно гарантированный результат. Потому что прогнозы могут изменяться, если изменяются наши мысли, наши чувства, желания, наши действия или поступки. А вот в масштабах массового коллективного сознания — это большая сила. То есть если мы все вместе захотим, например, мира мы захотим, то есть это большая сила, мы можем всё-таки воздействовать на пространство и время. На время не скажу, а на пространство — да. Поэтому, в общем-то, поспокойнее к этому нужно относиться, понимая, что это просто всего лишь тенденция. — Давайте приступим к прогнозу для каждого из знаков зодиака на 2015 год. — Значит, это прогноз по западной системе с элементами восточной системы, потому что всё-таки Юпитер, закон не отменял движение планет. — То есть в целом пространство можно применять уже с февраля или вот сегодняшнего дня? — С сегодняшнего дня, с марта месяца, потому что с 1 января, можно считать. У Овнов появится возможность отдохнуть, набраться сил, пересмотреть отношения в союзе, в котором Овен сейчас находится, либо поискать нового партнёра. Есть хорошее время для подготовки так называемого трамплина для будущего карьерного взлёта. А сейчас, в январе, желательно Овнам напланировать, спланировать, что он хочет добиться, чего он хочет добиться в этом году. — Для тельцов. Для тельцов будет более или менее стабильный год. У вас будет появиться время для личной жизни, то есть будет возможность. Вы окажетесь замеченным на работе, то есть начальство заметит, оценит ваши усилия. И желательно, ну как бы это как пожелание, не живите в привычном ритме, побольше будьте с людьми, потому что у вас там могут в коллективах разных, то есть общаетесь с разными людьми, вас могут ожидать неожиданное и очень приятное знакомство. — Коммуникации. — Да. Близнецы как раз о коммуникациях, потому что близнецы у нас знак воздуха связующий. До конца года близнецы могут пересмотреть большинство из своих планов. Возможно, у близнецов вспыхнет внезапный роман, который изменит жизнь одиноких близнецов. Поэтому тоже нужно быть внимательным и оглядываться по сторонам. Есть риск, что работа не будет приносить особенного дохода, зато хобби может выйти на передний план и восполнить этот пробел. Раки. Вас ждут действительно перемены. Для раков это очень такой интересный год. Перемены и в карьере, и в личной жизни. В начале весны вы можете улучшить свое финансовое положение. А если будете достаточно экономны, к концу лета вы можете сколотить хороший капитал. И будьте осторожны. Это особенно предупреждение для раков именно в дни лунных, не солнечных, а именно лунных затмений. Это 4 апреля, еще раз повторяю, 28 сентября. Потому что раки у правительницы Луна, и они очень реагируют, больше, нежели другие знаки зодиака. Положитесь на свою интуицию, и все будет у вас хорошо. Первая половина года будет для львов успешной. Юпитер идет по льву, так что все хорошо. И вообще, когда Юпитер идет по льву, это лучше, конечно, для огненно-воздушных знаков. А в сентябре, по-моему, или в конце августа, в общем, к осени Юпитер переходит в Деву. И тогда для земноводных, для земных и водных знаков будет более успешное время. Поэтому сейчас и работа вас радует. Тоже посмотрите по сторонам. Может быть, у вас как бы роман может быть. Может быть, уже кто-то неравнодушен к вам. То есть будьте повнимательны. Если лев уже находится в отношениях, можно подумать о продолжении рода в этом году. Девы. Для дев в начале года возможны финансовые затруднения и проблемы, определенные на работе. Зато весной начинается процесс, в общем, поворот. То есть уже начинается полоса везения. И может Дева достичь определенных успехов и на профессиональном поприще, и в личной жизни. Вы можете оказаться весной во власти каких-то романтических увлечений, во власти, возможно, иногда даже бурных страстей. Ну, к августу страсти поулягутся. В общем, тоже будьте внимательны. Весы. Весы будут в центре внимания во всем, всегда и везде. Вам сопутствует удача, вы располагаете людей к себе. Однако осенью вам может немножко поднатоесть вот этот вот бурный ритм. Потому что, что хорошо для Овна, не очень хорошо для весов. Уран, идущий по Овну, для Овна это нормальное состояние. Активный, бодрый, яркий образ жизни. А весы любят более спокойные отношения. Поэтому, наверное, могут они подустать и могут уйти немножко в тени. Но конфликты вообще возможны. Потому что уран не оставляет в покое ни Овнов, ни весов. Ну, это основные точки. Конечно, уран на все знаки зодиака действует. Но вот как раз... Именно на эти знаки. На эти знаки, да. Скорпионы. Скорпионы – это буквально сгусток энергии. И начальство вас может хорошо оценить. К осенью можно ожидать прибавку к зарплате. Вот. Одинокие скорпионы не склонны сейчас к серьезным отношениям. Но я бы посоветовала, если отношения все-таки есть, желательно их сохранить. То есть немножко нужно умерить свою тягу к приключениям и свободе. Стрельцы. Ну, это просто... Это рекомендации, да. Люди должны делать так, как они по зову сердца. То есть как они чувствуют, как они хотят. Стрельцы. Год тоже достаточно богат знакомствами. Это и приятное общение, и выгодные финансовые предложения. Там творческие проекты и так далее. В личных отношениях будет наблюдаться некоторый застой. Но к ноябрю месяцу жизнь забурлит. Так что удачи. Козероги. Для козерогов первая половина года тоже возможна проблематичная. Возможны проблемы и финансовой, и личной жизни. Однако к концу лета вы ощутите прилив сил. В это время одинокие козероги могут встретить свою любовь. Осень более успешна и прибыльна. Я же говорю, Юпитер заходит в знак Девы. И очень хорошо это для знаков земного тригона и водного, соответственно. Так что первая половина года больше для огненной стихии и воздушной. Вторая половина года больше для земных и водных знаков. Водолеи. Водолеи вас ожидают успех во всем, что касается творчества. Во всем остальном в личной жизни и финансах, ну, несколько более проблематично. Вам желательно поставить ясную цель и продумать способы ее достижения. Главное, вы должны помнить о своем здоровье, которое нуждается в внимательном, более внимательном к этому отношении. И я уверена, что вы можете выйти на новый уровень жизни. Ну и рыба остается. И рыбы. А вот для рыб вперед расцвета во всех сферах. Зимой вы можете поменять имидж, желательно это сделать. А весной благоприятный период для реализации ваших планов. К осени, скорее всего, появится стабильный доход. Ну, к осени, это же опять мы говорим, возвращаемся к Юпитеру. Вот. И настоящая любовь не за горами. Так что рыба. Ну и замечательно. Хорошо. Спасибо вам большое, Наталья. Я вас поздравляю с наступающим старым Новым годом. К счастью, у нас в нашей стране есть и такое понятие. Мы можем отмечать два раза и загадывать желание два раза в году. Абсолютно точно. Тем более начинается вот этот щедрый вечер, да, и вот эти щедрецы. Ну, они уже начались. Они начались, да. Ну, в общем-то, вот сейчас уже это как бы по полной программе может быть. То есть мы... Калятки, да? Калятки, да, да, да. То есть мы уже откатали программу основную. Это произвольная программа. Хотите отмечайте, хотите не отмечайте. Ну, в общем-то... Да, кто проспал 31 число, у вас есть второй шанс. Да. Так же встретиться. Мы будем отмечать, да. Спасибо большое. Вас поздравляю еще раз с наступающим старым Новым годом. И я Вас поздравляю. Мы ждем Вас в студии. И зрителей поздравляю. Ну, а мы продолжим далее погода и астрологический прогноз на сегодня. На этом мы с вами прощаемся. До встречи. На календарі 13 січня, вівторок. Схід сонця о 7 годині 54 хвилини. Захід о 16 годині 19 хвилин. Тривалість дня 8 годин 25 хвилин. Месяц у Терезах та Діві. Иде 22-га месячна доба. Цего дня имени не визначают Меланя та Петро. Вітаємо їх з ним Янгола. За народним календарем 13 січня – Меланки. Свято на честь Мелані Римлянки, яка прославилася заснуванням багатьох монастирів. Вечер цього дня зветься Щедрим. За віруваннями наших предків, у ніч напередодні Нового року, щедрий Бог сходить з неба і бажає родині достатку. Тому вечеря має бути щедрою, із м'ясними стравами і млинцями. Молодь перевдягається в Меланку та Козу, на яких усе не до ладу. Перевдягнена молодь щедрує під вікнами хат і в оселях водять Козу. Вважається, що Новорічня ніч для віруючих розкриває небо, і вони можуть попросити у святих все, що їм забагнеться. Цей час також несприятливіший для ворожіння. Крім ворожінь, люди намагалися завбачувати погоду. Погода кожного наступного дня відповідала погоді кожного з 12 місяців. Якщо в ніч вітер дув південний, то рік очікували спекотний і урожайний. Західний вітер передвищав хороші надої і достаток риби, а східний – рясний урожай фруктів. Якщо помічали на вікнах лід, то розраховували на достаток меду. З цього часу день прибуває. А зараз якою буде погода 13 січня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаїві та області очікується ясна сонячна погода без опадів. Вітер південно-західний – 3,7 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 770 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 70%. В Миколаїві вночі прогнозується від мінус 4 до мінус 1 градуса, а в день потепліше – до плюс 2. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці, нічні температурні показники зафіксують від 7 морозу до 0, а денні колуватимуться в межах 2-5 градусів вище 0. Максимальна температура цього дня – плюс 12 градусів тепла – була зафіксована у 1993 році, а мінімальна – мінус 22,3 морозу у 1972 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що ввіщують нам зірки 13 січня? Овне – цей день можна сміливо присвятити любові з сімейним відносинам, новим знайомствам, які можуть перерости в серйозні тривалі стосунки. Зірки сприяють і вашим фінансовим справам, не виключені привабливі комерційні пропозиції або виграш. Тельці – день сприятливий для ремонту або благоустрою будинку, справ, пов'язаних із землею, будівництвом або проєктуванням. Будь-яке вкладення грошей принесе прибуток. Близнюки – доля дає вам шанс поліпшити своє фінансове становище. Ви зможете проявити себе в різних сферах діяльності. Раки – слід дотримуватися обережності, оскільки можливий конфлікт з кимось із близьких. Не плануйте зустрічі і не сперечайтеся ні з ким. Другу половину дня присвятіть дом, сім'ї та дітям. Леви – ймовірна небажана зустріч або неприємна звістка. Зірки попереджають чоловіків про деякий спад у фінансовій сфері. Жінкам нове знахоплення може принести розчарування. Діви – перевантаження та нервова напруга може стати причиною стресів та захворювань для чоловіків. Слід звернути увагу на стан свого здоров'я, дотримуватися режиму харчування, відпочинку і сну. Терези – у перші половині дня вірогідні дрібні неприємності, а в другій вам доведеться докласти більше зусиль, щоб досягти взаєморозуміння та гармонії у стосунках з партнерами та близькими людьми. Скорпіони – девіз дня, любов, спокій, злагода. Відносини з оточуючими стабілізуються. День сприятливий для відвідування театру, музею, концертного залу. Присвятіть другу половину дня спілкування з коханою людиною. Ви отримаєте позитивний заряд на весь тиждень. Стрівці – не виключена поява свіжих ідей, які дозволять знайти нові джерела заробітку. Тривалі поїздки та подорожі або відпочинок на лоні природи з близькими людьми знімуть нервову втому. Самотніх чоловіків чекає романтична зустріч. Козироги – день несприятливий для фінансової діяльності, можливі розбіжності з начальством та неприємності зі здоров'ям. Будолії – ваша матеріальна сфера вкрай вразлива. Будьте уважні і обережні, тримайте під контролем найбільш цінні речі, ймовірні крадіжки. Цього дня краще не давати грошей у борг і не підписувати фінансових документів. Риби – можливі серйозні розбіжності з партнерами з приводу зароблених коштів. В результаті ви можете опинитися у збитку. Бажано усамітнення. Але не впадайте у віччя. Не все так погано, як здається. Дякую за перегляд!